Советские партизаны Однако накануне войны секретная сеть по подготовке партизан спешно ликвидируется. Командиры отрядов арестованы. В июне 41-го подпольное движение придется возрождать с нуля. Они горели желанием бить врага, но как это делать, зачастую просто-напросто не знали. Так почему же в конце 30-х годов СССР спешно ликвидирует сеть партизанских отрядов? Почему рушится превосходно подготовленная система обороны? Какие тайные силы руководят этим процессом? 14 ноября 1941 года. Оккупированный Харьков. В 5 часов утра в центре города слышится взрыв чудовищной силы. Одним махом уничтожено все командование немецкого гарнизона во главе с генералом фон Брауном. Но кто и каким образом совершил эту беспрецедентную диверсию? Ведь мина взорвалась прямо в здании штаба. Знающие люди быстро догадываются, автором диверсии может быть только Илья Старинов. Гений взрыва, как его иногда называют. Это человек, которого называют дедом нашего спецназа. Он был одним из тех, кто в 20-е годы осуществлял подготовку партизан. Он преподавал в школах, а также сам участвовал в закладке складов и даже в организации складов на сопредельной территории. ...трехсоткилограммовую мину, которая почему-то не сработала. Они уверены, что предотвратили теракт и приносят взрывное устройство в штаб. Оккупанты даже не догадываются, что у них в руках первая в истории радиоуправляемая бомба, разработанная Ильей Стариновым. Невероятно, но после Харьковского взрыва Гитлер назначит за голову этого диверсанта 200 тысяч рейхсмарок и объявит его своим личным врагом. Было заложено крупное, большое количество взрывчатки и был подорван штаб дивизии радиоуправляемыми взрывателем, который сигнал подан был с помощью радио. И кроме этого, и после войны, он умер в 2000 году, он большой вклад внес в исследование партизанской борьбы, диверсионных действий. А ведь за несколько лет до этого Старинова пытались объявить врагом народа. В 1937 году его вызывают в НКВД. Следователь упорно твердит о каком-то заговоре. Четыре часа подряд он задает один и тот же вопрос. Для чего Старинов закладывал тайные партизанские базы в 100 километрах от государственной границы? Среди предъявлявшихся обвинениям моментов была также закладка складов с оружием тех самых, в закладке которых участвовал Старинов. И Старинов к тому времени как раз вернулся из Испании, где воевал. И, судя по всему, именно этот момент ему и инкриминировали. Действительно, по приказу Наркома обороны Климента Ворошилова, Старинов участвует в создании партизанских баз на территории СССР. С начала 1920-х силами НКВД закладываются тайники с оружием и тренируются диверсионные отряды. В случае захвата советских территорий все это будет использовано для организации движения сопротивления. Людей готовили специфическим предметом партизанской тактики, тактики и техники диверсий, боевым действием, организаторским действием. В случае войны они должны были взять оружие из специально заложенных тайных складов и перейти к боевым действиям. Но почему же те, кто выполнял приказ Наркома, вдруг превратились в преступников? Почему рушится превосходно подготовленная система обороны? Как бы там ни было, отсутствие специальных баз и руководителей партизанских отрядов еще сыграет свою отрицательную роль в самом начале войны. Алексей Попов, ведущий научный сотрудник Института Российской Истории, изучает проблемы партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Действительно, на 1941 год получилась такая ситуация, что наша страна, богатая на такое явление, как партизанские войны, начиная с войны 1912 года, начиная с Дениса Давыдова и так далее, оказалась в довольно-таки неподготовленной ситуации. Этим не преминут воспользоваться немцы. С начала войны они создают специальные отряды, состоящие из коллаборационистов. Под видом партизан эти люди убивают и грабят мирное население. Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке. Он лично встречался с оставшимися в живых руководителями диверсионных отрядов, а также изучал секретные досье партизан. Мы должны прекрасно понимать, что не везде, не во всех территориях советской власти дала такие корни, которые позволяли бы монолитно сплачиваться советскому народу. Поэтому, конечно, немецкие разведывательные службы формировали из числа людей незрелых или откровенных предателей, формировали разведдиверсионные отряды и формировали такие же ложные партизанские отряды, с которыми нужно было бороться еще и очень сложно было разобраться с этими вещами. Но почему хорошо подготовленные диверсанты, такие как Илья Старинов, накануне войны остаются не у дел? Их опыт был бы неоценим. Они ведут партизанскую борьбу еще с середины 20-х годов, когда Советский Союз оказался на грани войны с Польшей. И с той и с другой стороны на территорию противника забрасываются отряды диверсантов. То есть мы не выступали как какие-то нарушители международного права, агрессоры. Мы неоднократно, Советский Союз неоднократно предлагал полякам это дело остановить. Поляки каждый раз отрицали свою деятельность, хотя сейчас они сами уже опубликовали все документы. Видно, что они этой деятельностью активно занимались. Конфликт с Польшей происходит из-за спорных территорий и идеологических разногласий. Советские партизаны хотят поднять крестьянские восстания в белорусских и украинских деревнях, занятых поляками. Диверсии на территории Польши сводятся в основном к подрыву тюрем и освобождению политзаключенных. Но иногда проводятся операции чисто пропагандистского характера. Основная задача вот этих партизан на территории Польши была не столько уничтожение каких-то там людей, это было понятно, ну это вообще не была такая цель, а мобилизация населения. То есть показать, что идет борьба против оккупации польской, что у населения есть защитники. Как-то раз советские диверсанты во главе с легендарным командиром Кириллом Орловским останавливают поезд крупного польского воеводы. Раздев чиновника и его охрану до нога, налетчики высекают их плетьми. А после этого с миром отпускают. И в газете польской центральной была написана статья с издевательским названием «Голый факт». «Голый факт», потому что они до гола раздели этих всех офицеров. Причем, что всех поразило, что оказалось, там было много вооруженных офицеров, там что-то около 30 человек, и они не оказали сопротивления. Начиная с середины 20-х годов, в Советском Союзе идет подготовка населения к подпольной деятельности. В 1933 году на кондитерской фабрике «Большевик» появляется первый в стране парашютный отряд. Для молодежи создаются аэроклубы, стрельбище, кружки радистов. Наиболее способных немедленно вербуют в органы. К началу 30-х молодая Советская Республика все еще плохо вооружена. И в случае нападения ее должны защитить рядовые студенты, портнихи, кондитеры. В предвоенные годы широкая деятельность была, в том числе Авиахим, вот это вот. Это общество в содействии обороны, строительства авиации и химических войск. И там проходили подготовку, первичную, можно сказать, подготовку. Они были предназначены, это общество, для вооружения военными знаниями большое количество местного населения, молодежи и так дальше. Были организованы и кружки стрелковые, и там артиллерийские и другие. Часто под видом инструктора какого-нибудь кружка скрывается особист. Один из таких – легендарный диверсант Василий Корж. Он работает под оперативным прикрытием инструктора в белорусском городе Слуцке. Но на самом деле Корж отвечает за подготовку к партизанской войне на территории округа. Вообще он попал в НКВД благодаря необычной истории. Проще говоря, из-за любви. Светлана Орловская – дочь знаменитого диверсанта Кирилла Орловского. Именно в его отряде служил Василий Корж. Боевые товарищи были неразлучны и в жизни, и на фронте. Их дружба началась в далеком 21-м. Отец в гражданскую войну. У него там была тоже бригада, группа, которая переходила. Тогда же Белоруссия была разделена. Западная входила в Польшу, а восточная – в Советский Союз. Они, вот вся группа жила в Слуцке, это советская территория. А иногда у них были задания, они переходили тоже вот в секретную границу и выполняли какие-то задания на территории, как тогда называли, Панской Польши. Однажды в отряд Орловского просится молодой человек по имени Василий Корж. Он родился в белорусской деревне, которая входила тогда в состав Польши. Он был моложе отца, если я не ошибаюсь, на 4 года. Молодой, совсем еще парнишка, из бедных крестьян. И он полюбил девушку, у которой были богатые крестьяне, родители. И пришел посладать ее. А отец сказал, ты голь нищета, и дочку свою я тебе не отдам никогда. И тогда Корж принимает решение бежать на территорию Советской Белоруссии. Там ему не укажут на дверь из-за того, что он беден. И там не будет польских панов, которых он успел возненавидеть. Однако перед этим Корж решается на отчаянный шаг. Как-то ночью он стучится в окно своей любимой девушки. И Василий заглянул в окно и сказал, давай, вылезай в окно, и мы поедем с тобой на советскую территорию, и там поженимся. Я, говорит, очень была расстроена, когда, говорит, отец запретил мне выходить замуж. А она тоже, я надеюсь, любила Василия Захаровича. И она быстренько собралась. И это крестьянский был дом, одноэтажный. В окошко вылезло и убежало. Василий Корж и Кирилл Орловский – настоящие пионеры партизанского движения. В 20-е и 30-е годы они создают диверсионные отряды и грамотно ими руководят. Так почему же перед войной эти формирования начинают ликвидировать? К концу 30-х годов СССР выходит на лидирующее место в мире по производству танков и самолетов. Изменяется военная стратегия. В случае конфликта рассчитывают мощным ударом оттеснить противника от своих границ. А дальше война на чужой территории. И если получится – малой кровью. Историк Андрей Мартынов интересуется событиями Великой Отечественной войны. В том числе – партизанским движением. Увеличалась мощь Красной Армии. И тем самым просто вероятность того, что оборонительные бои приведут к временному отступлению, просто отпала. Само по себе. То есть планировалось воевать о малой крови на чужой территории. Если не ошибаюсь, по-моему, первым об этом заговорил еще в 30-е годы Климент Иворошилов. В последующем эту же фразу повторял в некоторых своих выступлениях Сталин. Стране теперь есть чем защищаться. Да и какая уважающая себя армия захочет сражаться на собственной территории. К границам СССР стягивается мощное вооружение. Необходимость в партизанах, казалось бы, отпадает. И сеть отрядов начинают ликвидировать. Очень хорошо Сталин сказал по поводу вообще вот этой партизанщины. Когда разбирались итоги Советско-финской войны, там начальник ГРУ Проскуров, руководитель вот этого всего спецназовского диверсионного направления, пятого отдела ГРУ Мамсуров, знаменитый генерал, они там все рассказывали, что-то там они там о рейтах напали, на штаб, там то все. Сталин говорит, слушайте, что вы мне тут эти фокусы все мои рассказываете? Разве эти фокусами войну кто-то выиграл? Войну выигрывают танки и самолеты, а фокусами еще никто войну не выиграл. Но даже если партизаны вроде бы больше не нужны, то почему арестовывают командиров отрядов? В конце 20-х годов Василий Корш и Кирилл Орловский бок о бок сражаются в Польше. Затем, накануне Второй мировой, их отправляют в Испанию. Советский Союз не может мириться с политикой генерала-диктатора Франциско Франко, которого поддерживают фашистские режимы Германии и Италии. Помогали те, в ком Советский Союз видел и видел совершенно справедливую угрозу. Это нацистская Германия, это Италия, это фашистские движения, и это была форма борьбы против фашизма. Советский Союз поставляет в Испанию вооружение, направляет военных советников. Неоценимую помощь оказывают и сотрудники спецслужб. Они обучают население методом партизанской борьбы. Особенно выделился тогда диверсант номер один Илья Старинов. В Испании он станет известен под псевдонимом Рудольфа. И вскоре это имя станет наводить ужас на солдат и офицеров армии Франко. В конечном итоге действия партизан были организованы, упорядочены. Был создан специальный корпус Испанской республиканской армии, который действовал по фронтам. На каждом фронте был батальон этого корпуса, который осуществлял в тылу противника различную диверсионную деятельность. В декабре 37-го года Орловский и Корж возвращаются в СССР. Кирилл Прокофьевич едет в Москву. Василий Захарыч в родной Слуцк, где его неожиданно арестовывают. Предвидя такую вероятность, Корж успевает попросить жену, чтобы она сообщила о несчастье Орловскому. На этот случай у друзей разработана кодовая фраза. Номера второго нет дома. Получив это сообщение, Орловский немедленно принимает меры. А он тогда, отец, готовил список для награждения своих участников бригады. Его отца самого наградили до возвращения из Испании орденом Ленина. А по возвращению в Москву он должен был составить список, какой из бригады он выдвигает на награждение. И в первом он написал Коржа Василия Захарыча на орден Боевого Знамени. Василий Захарыч просидел в ГПУ, или как называлось тогда, не знаю, неделю. Василию Коржу чудом удается избежать репрессий. Однако другие командиры отрядов арестованы. Почему же на лидеров партизанского движения устроили облаву? В середине 30-х ситуация в стране непростая. Повсюду происходят аресты, раскрываются мнимые заговоры, царит тотальная подозрительность. 37-й год – это было время, когда массово формировались различные масштабные якобы существующие заговоры. То есть огромное количество вдруг появилось в нашей стране польских шпионов. 40 тысяч польских шпионов изъяли. Откуда в Польше было столько шпионов? Никто, в том числе даже поляки, так ответить на этот вопрос не смогли. Понятно, дела фабриковались. И в этих условиях, в шаговой доступности для трудящихся, находятся тайники с оружием. Их заложили еще в 20-е годы на случай партизанской войны. Нарком внутренних дел Николай Ежов и его заместитель Лаврентий Берия убеждают Сталина расформировать отряды и ликвидировать тайники. Доктор исторических наук Николай Азиаский, автор исследований о партизанах, предложил такую версию. Руководители нашего НКВД, Ежов, Иберия, беспокоились, что вооружение, широкое вооружение населения, оружием, которое закладывалось в базы, могло сыграть отрицательную негативную роль. Что это оружие, вполне вероятно, может быть повернуто против местных и высшей власти. И поэтому они всячески настраивали Сталина на то, чтобы использовать в этих целях не широкие массы населения, а те войска, которые были в подчинении органов НКВД. Однако и эта версия не объясняет, почему арестовывают героев партизанской войны в Испании. Впрочем, есть и другие предположения. Руководители диверсионных отрядов могли, что называется, попасть под раздачу после раскрытия так называемого «заговора военных». В результате репрессии высшего командного состава Красной Армии, связанного с так называемым военно-фашистским заговором, то есть в результате которого были репрессированы Тухачевские и ряд других маршалов, произошли аресты высшего командного состава, которое курировало партизанское движение, и тем самым произошло его свертывание. С этими событиями чаще всего связывают имена крупных советских военачальников Михаила Тухачевского, Ионы Якира и Иеронима Убаревича. В июне 1937-го все они были казнены по делу о заговоре военных. О причинах опалы этих выдающихся командармов историки спорят по сей день. С 1917 года боялись бонапартизма. В общем, Тухачевского в бонапартизме и обвинили. Поскольку большевики, ну вот такие, революционные, в том числе и Иосиф Сталин, они были воспитаны французской революцией, которая закончилась тем, что французская революция свернула в трубочку Наполеон. Предполагалось, что такое же может произойти в революционной России, что появится Наполеон некий, который все это свернет. И явный кандидат Наполеона был, в общем, один. Это был Тухачевский. Что и говорить. Авторитет молодых командармов внушает страх Старой Гвардии. В Красной Армии появилась новая элита с большими политическими амбициями. Что, если они задумают совершить антибольшевистский переворот? Хотим мы того или нет, но мы должны понимать, что вот такое вот ощущение себя представителем мощной силы за спиной тобой, за твоей спиной стоит округ, армия, дивизии, корпус и так далее, и так далее. Безусловно, очень часто вот эти представители молодого поколения, тем более, которые прошли еще через Хелхенгол, они себя ощущали совершенно иначе. И для Сталина они представляли определенную угрозу. Как бы там ни было, суд над крупными военачальниками повлечет за собой волну арестов. Пострадают и руководители диверсионных отрядов. Оказывается, и Якир, и Убаревич весьма интересовались партизанским движением. Так может быть, все эти события и подписали отрядам смертный приговор. Якир, он очень интересовался партизанским движением, он лично инспектировал различные базы, об этом вспоминает в своих воспоминаниях Илья Григорьевич Стариков, который с ним просто лично общался, он был свидетелем, как, например, Якира, инспектируя ту или иную часть, говорил, что вот здесь плохая, у вас плохая маскировка, нужно вот ее переменить. Получается, руководители диверсионных отрядов, что называется, пустили в расход за связь с врагами народа. Однако с таким мнением согласны далеко не все исследователи. Я не думаю, что репрессии против партизан были связаны с так называемым заговором военных. Это была отдельная вещь, которая не увязывалась ни с репрессиями против Якира, Убаревича, Тухачевского. Это была совершенно другая вещь. Просто мемуаристы впоследствии, тот же Старин, связывали эти события, на мой взгляд, как историка, эти вещи не связаны. В то же время далеко не все историки считают, что руководители партизанских отрядов подверглись массовым репрессиям. Известный историк спецслужб Александр Колпакиди уверен, что это утверждение не более чем миф. Во всяком случае, вот о чем свидетельствуют цифры. Вот возьмем, например, Белоруссию, где мы имеем данные. Шесть округов. Ну и, соответственно, шесть офицеров их возглавляли. Вот пятеро из них. Герои Советского Союза, командовали частями и подразделениями партизантов года Великой Отечественной войны. Один исчез. Вот я его нигде не могу найти. Но его нет среди расстрелянных. Куда он делся, неизвестно. Скорее всего, конечно, его расстреляли. Но он почему-то не попал в расстрельные списки. Поэтому вот масштаб репрессий мы можем примерно оценить. Действительно, советские диверсанты продолжают свою деятельность и после 1937 года. Накануне Второй мировой войны Советский Союз опасается провокаций со стороны Японии. И не случайно. В 1939-м японцы нарушают границы Советского Союза в районе реки Халхенгол. Вооруженный конфликт удается погасить. Тем не менее, сотрудники советских спецслужб отправляются на Дальний Восток, чтобы контролировать агрессора. Несмотря на то, что Советскому Союзу удалось в конечном итоге подписать с Японией мирное соглашение, все равно Советский Союз не мог не считаться с возможностью возникновения войны на Дальнем Востоке. Войны, в которой его противником выступила бы Япония. Агрессия Японии в конечном итоге оказалась направлена в другом направлении, не к границам Советского Союза. Но, тем не менее, к этому готовились. Чтобы в случае необходимости подтянуть войска к границе Японии, Советский Союз строит автотрассу. Она проходит через территорию Китая. Однако японцам эти действия совсем не по душе. Они саботируют работы и даже убивают строителей. Для борьбы с вражескими диверсантами в Китай направляют Кирилла Орловского. И вот Орловский как раз был призван туда и занимался охраной. И там ему пришлось уже как охраняющему иметь дело как раз с теми, с кем он был раньше. То есть диверсантами и партизанами, которые стремились его охраняющего обмануть. И строительство как-то испортить, повредить и так далее. И вот он там очень много уничтожил этих диверсантов. Однако Орловский не только следит за строительством автотрассы. Его дочь Светлана Кирилловна случайно узнала об одном таинственном деле. Причем это досье засекречено до сих пор. На территории Китая было обнаружено месторождение урана. Туда направлены советские геологи. Их безопасность обеспечивал отряд Орловского. В то время каждая из развитых стран, в том числе Америка, Германия, Великобритания, Франция, хотели поучаствовать в разработке китайских этих полезных ископаемых. И Советский Союз тоже как-то участвовал в этом деле. Особенно, что поговаривали, что там уран даже есть, запасы урана. И работала группа наших геологов. Что они там раскапывали, что искали, я не знаю. Но группа геологов, они приходили к нам. И вдруг летом руководители геологической партии убили местные жители. И отца тогда послали для того, чтобы найти убийцу. Орловский пытается выяснить, кто мог совершить это преступление. Местные жители указывают на пожилого крестьянина, владевшего стадом овец. У пастуха быстро развязывается язык. Старый казах или ингур, не очень богатый, у него стадо было небольшое. И был сын, которому уже было 30 лет, и он не был женат, потому что за невесту надо в их местах платить выкуп. А денег у него не было. Наутро они сразу поехали в Урумчи, это столица вот этого Синьцзяна, Синьцзянского автономного округа Китая. И там жил, оказался русский из белогвардейцев. У них какое-то было общество, которое вот вело борьбу с Советским Союзом. И поэтому они подкупили этого бедного, этого сельского жителя местного, и тот выполнил это задание. Действительно, большинство выдающихся диверсантов, которые прошли войну в Испании и действовали на территории Польши и Китая, пережили репрессии 37-го года. Но почему все-таки многие из них ходили тогда по краю пропасти? Например, знаменитый диверсант Илья Старинов, тот самый, которого Гитлер объявил личным врагом. Я его лично знал. Он меня приглашал к себе. У него очень много литературы, обобщающей опыт этого действия. В частности, такая работа, как «Мины ждут своего часа». Он был и использовал, и широко проповедовал действия, диверсионные действия в тылу врага. Один из организаторов, так как он участвовал и в Испании, участвовал в начале войны при организации диверсионных действий. В 1937-м Старинов возвращается из Испании. Его тут же вызывают в НКВД. Следователь раскладывает перед ним карту и, стуча по ней пальцем, настойчиво повторяет вопрос о тайных партизанских базах. Историк Александр Дюков – правнук знаменитого диверсанта Ильи Старинова. Именно поэтому он оперирует фактами, о которых почти никто не знает. Рано или поздно органы НКВД, проводившие репрессии, наткнулись на страшное, они наткнулись на заговор. Заговор – это был заговор, его потом окрестили заговором старых партизан. Оказывается, эти старые партизаны, видимо, с антисоветскими целями, создавали подпольные партизанские ячейки и отряды, а также закладывали склады с оружием. Разумеется, никакого заговора не было. Люди действительно создавали склады с оружием, но по приказу Центрального комитета по подготовке к партизанской борьбе. Вероятно, со временем следователи поняли свою ошибку, но признать ее не решились. И поэтому сфабриковали так называемое «дело старых партизан». То есть, на самом деле, разоблачено было то, что на самом деле делалось. Но когда, видимо, те люди, которые начинали разоблачение этого заговора, заговора в кавычках, они не были осведомлены о том, что происходило. Или, может быть, были осведомлены, но хотели выслушаться. Но чем же закончился допрос Старинова? Неужели и его арестуют по этому липовому делу? Диверсанту остается одно. Прямиком идти к наркому обороны Клименту Ворошилову. Это по его указанию закладывались базы. К счастью, нарком соглашается принять героя. Выслушав Илью Григорьевича, Ворошилов поднимает телефонную трубку и просит следователя оставить заслуженного человека в покое. Только это и спасет Старинова. Что же станет с остальными участниками дела? В 1937-1938 году был сфабрикован большое дело, правда, не публичное, но тем не менее, по которому прошло очень много людей. Дело старых партизан. Соответственно, склады были ликвидированы. Множество людей было арестовано по этому заговору. И, что характерно, созналось в этом заговоре. Потому что действительно все так оно и было, за исключением знака. И на долгое время вся подготовленная в конце 20-х годов система оказалась дезорганизована. Затем на базе этой особой группы был создан второй отдел осенью 41-го года. И в январе, 18 января 42-го года было создано знаменитое четвертое управление НКВД, которое возглавил генерал Судоплатов. Вот. Это разведно-диверсионная, контрразведывательная деятельность на оккупированной территории и специальная операция. Тем не менее, главная заслуга в возрождении партизанского движения принадлежит опытным диверсантам Василию Коржу, Кириллу Орловскому, Илье Старинову. Уже 28 июня 1941 года в районе деревни Посеничи дан первый бой партизанского отряда, который сформировал и возглавил Василий Корж. И надо же сказать, что во время Великой Отечественной войны отряд Коржа это был один из самых западных отрядов партизанских, советских, которые действовали на территории Беларуси. То есть он действовал на той территории, которая еще недавно была польской, где, в принципе, работать партизанам было не очень комфортно. И он там работал, он это умел делать, у него был огромный опыт. Как изменился бы ход истории, если бы партизанское движение не было подорвано? Об этом сегодня можно только спорить. Ясно одно. Если бы отряды не были ликвидированы, патриотам в первые дни и месяцы войны было бы значительно легче сплотиться для борьбы с захватчиком. Но так же ясно и то, что этих людей все равно было бы слишком мало для того, чтобы остановить наступавшие гитлеровские армады. Дело в том, что во время войны понадобились новые формы партизанского движения. Никто не ожидал, что война принят такой масштабный характер. Это вообще никто в мире не мог предположить. Поэтому тут уже в партизанском движении оказались сотни тысяч людей. И, конечно, даже если бы начиная с 1934 года не сворачивали эти работы, все равно такого количества обученных людей не было бы. Вот основные версии, которые объясняют, почему накануне войны партизанские отряды были ликвидированы. К счастью, судьба сохранила жизни опытным и невероятно отважным командирам диверсионных отрядов. Василий Корж, Кирилл Орловский, Илья Старинов. Это они смогли возродить партизанское движение, обучить население хитростям спецслужб и поднять его на борьбу с врагом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова